Всем привет, мои хорошие! С вами Айка Эмили. И сегодня я снимаю для вас очередной мукбанг моего собственного приготовления. Здесь у нас не то, что прям котлеты, это какие-то фрикадельки. Очень вкусные две штуки я уже съела. Тут у меня просто гора их. Не знаю, смогу ли все это съесть. Здесь опять же вот этот вот салат. Ссылочка на который я вам оставлю в инфобоксе. Он просто невероятно вкусный. Обязательно готовьте, говорите мне спасибо и кушайте. Оливки, маслины, все мне пишут, что это одно и то же. Когда я говорю в мукбанге, что это одно и то же, все пишут, нет, это не одно и то же. Так что я даже не знаю, ребят, как вам угодить. И давайте приступим. Тут у меня лавашик. Я буду делать вот так вот. Среди всех видов хлеба мне больше всего нравится лаваш. Это прям мое самое любимое. А еще я очень люблю, когда папа делает шашлык, заворачивает в лаваш прям горячий шашлык и приносит мне... Папулечка, если ты смотришь это видео, давай организуем. На природе шашлычок, так хочется. Граница закрыта, навряд ли папа сможет приехать, но мечтать нам никто не запрещает. Очень вкусно. Здесь у меня еще апельсиновый сок. Раньше не любила его, потому что в большинстве случаев он был такой, знаете, немножко с горчинкой, как будто перемололи еще и кожуру. Но это капи, он вообще бомба. Сегодня была на лазерной эпиляции. Вы, наверное, спросите, почему Алька ты так часто ходишь на эту лазерную эпиляцию. Просто дело в том, что у меня была коррекция. Вы идете на сеанс, а потом, через 14 дней, приходите на коррекцию. То есть, если врач что-то пропустил, какие-то места, участки, на коррекцию он это все дорабатывает. Вот, врач, она. Я вам там немножко поснимала, аппарат показала, как она делает процедуры, показала. И она так интересно спрашивала меня, а что вы снимаете, а почему вы снимаете? Я не хотела говорить, что я блогер. Я говорю, да так в инстаграм выложу. Она такая, в смысле, в инстаграм выложите? Короче, выпытывала у меня, что зачем, к чему. Я же шифруюсь. Я же никому не говорю, что я мукбанкер. Это очень вкусно. Готовить я, ребята, умею. Просто я не практикую, так как нету надобности. Когда есть на это надобность, потребность, я с удовольствием могу что-то приготовить. Просто меня жутко раздражает, когда я что-то готовлю, и это не съедается. Стоп. И это не потому, что плохо приготовлено. Нет. Бабушка, она любит сама готовить. Несмотря на то, что ей 90 лет. То, что готовит, она мне не нравится. А то, как готовлю я, ей не нравится. Те же пельмешки, я их варю 10 минут. 15 минут. Она варит для себя, например, дюшпера, и варит до такой степени, что прям все это превращается в кашу. и ей нравится так. Так что, к сожалению, вот не получается такое, что приготовили что-то одно, какое-то одно блюдо, все поели, все довольны, и легли спать. У нас как ресторан. Каждый заказывает то, что он хочет. бабушка мне сказала, реально говорит, Айка, это очень много, ты не сможешь съесть. Я такая, нет, съем. Но, видимо, не смогу. Ольга. 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 чтобы не сидеть и тупо не ржать давайте ответим на несколько вопросов которые вы мне задали в моем инстаграме в общем как всегда и вот такой интересный вопрос у какой знаменитости ты бы хотела снять гардероб снять в том плане что снять видео мне было бы интересно посмотреть сколько одежды даже не знаю что ответить на этот вопрос я видела видео где показывали гардероб ольги бузовой там были сплошные бренды и начали типа прикалываться что вот ты рекламируешь что попало а сама фигню ты не носишь там полу собчак по может быть со временем я поменяю свое мнение конечно но да мне реально не доходят некоторые звезды например как филипп киркоров он что с моими соседями в общем он снял помещение под свой гардероб зачем оно надо то что не носишь продай отдай немного это не доходит до меня у моего дяди была жена бывшая жена и они с мамой тоже один сарай оккупировали это просто сплошь и рядом старая одежда я конечно понимаю что возможно люди покупают очень дорогие вещи потом они выходят из моды им жалко выбросить но допустим жалко выбросить поняли носите отдайте продайте не знаю у меня лично если у меня остается какая-то вещь хотя бы два-три года на ней обязательно появляется какое-то желтое пятно откуда я понятия не имею либо крысы хотя в квартире нет крыс в общем в деревне если я это буду хранить то обязательно мыши придут там что-то дырки сделают везде или моль или еще чё-то в общем мораль такова что вещь не остается в нормальном состоянии даже если я ее не ношу просто просто храню поэтому я предпочитаю кому-то отдавать иногда правда стыдно отдавать совсем ставлю какие-то вещи естественно если неудобно конечно не отдает лера пишет очень длинные комментарии смотрела сейчас твое видео хочу сказать что ты выбрала очень хорошую технику длинные видео утомляет я например никогда не досматриваю видео длиною длиннее 30 минут у тебя короткие разнообразные хочется все посмотреть и опять же по своему примеру скажу если несколько дней короче очень длинные комментарии лера тебе огромный привет спасибо за свое мнение который ты выразил у меня в инстаграме я полностью согласна все же ты здесь написала мне реально очень близко я тоже считаю что наверное слишком длинные видео это не мое дальше руками неохота на кухню знаете что вспомнял моей подруге был парень он был супер ленивый но просто настолько ленивый что у него например в ресторане падал например на пол до view как примеру он такой пусть лежит пусть лежит когда встанем тогда возьмем ее и вот так вот о нем рассказывала на как один раз телефон упал под стол в ресторане ну такой пусть лежит когда встанем напомнишь мне его возьму из-под стола телефон дорогущий упал вместо что проверить он разбился или нет ему в лом представляете в лом проверить вот я тоже потихоньку превращаюсь человека которым просто лень все лень пусть там лежит не охота было очень вкусно но я уже наелась здесь был килограмм для меня это многовато на этом все я вас всех очень сильно люблю с вами лайка эмили всем пока